Друзья, вот это вот по-настоящему доброе утро. Какая же красота. Ну что, друзья, планы на утро. Сейчас беру свою экипировку для подводной охоты и отправляюсь туда, к заброшенной хижине на воде. Поищу рыбу, я надеюсь, что получится поймать какой-то рыбки по утру. А если нет, у меня есть план Б. Это мои морские огурцы. Буду их варить и угощать своих гостей, друзей и соседей. Ну что, пока все точат какую-то мивину. Не сильно меня вдохновляет такая еда, поэтому не теряя времени, я погнал. Пожелайте мне удачи. Хочу передать привет и большое спасибо тем подписчикам, которые поддержали мой канал донатом по ссылке в описании под видео. На этой неделе это были Алена, Дивиджей Квейк и Александр Лысанов. Ху, очень красиво, конечно. Так, сразу вижу наскальные фрески на стенах. Угу, здесь какой-то мешок, канистра. Еще одна комната. Да, давненько здесь никто не бывал. Какой-то станок, моторчик, старые матрасы на полу, какой-то кабель. Да, а, скорее всего, сюда именно парковались лодки для высадки пассажиров. И, возможно, здесь была лестница. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Короче, друзья, ситуация, ну, просто максимально, не знаю, назвать ли это смешная или нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно как раз воспользоваться моментом и поохотиться с самого утра. А потом, думаю, уже покушаю. Тем более, там, кушали какую-то мивину или доширак. Не сильно меня это вдохновляло. Думаю, лучше поймаю я рыбу. Поймал небольшую рыбу, парочка больших оказалось быстрее и умнее, чем я. Суть в том, что, думаю, ну, пора плыть, кушать. Смотрю на свой остров, а палаток нету. Я думаю, что за прикол. Смотрю, лодки стоят уже припаркованы. Думаю, ну, наверное, привезли, должны были привезти ласты и маски для отдыхающих, чтобы они там поплавали, поныряли. Думаю, ну, наверное, сейчас будут нырять. Потом смотрю, что-то все пакуются. А я достаточно далеко был от острова. Короче, я быстро возвращаюсь и понимаю, что все сидят, ждут меня. Это был капец. Потому что, ну, короче, все. Вот отдых мы приехали вечером. Расставили наш лагерь. Покушали один раз. И ночь переночевали. И утром я даже толком не успел поохотиться. И все, все, домой. Ну, в общем, был у меня вариант остаться. Не захотел я. У меня есть идея получше. И я думаю, что это будет интереснее. Поэтому не буду терять дополнительные средства и время свое. Отправляюсь в поисках новых приключений. И постараюсь за это путешествие добыть трофей. И приготовить его на костре. Я, собственно, уже приплыл. Я даже не успел вам поснимать, как мы паковались. Потому что все сидели, ждали. Я со скоростью звука спаковал свой, можно так сказать, спаковал свой лагерь. Закидал все сплошмя в сумки. Кинули в лодку. И вот мы приплыли. Но мои морские огурцы, тема не закрыта. И я очень расстроился, что я их не приготовил. Я их сейчас сварю, съем. И дальше можно уже быть сытеньким и отправляться в путь. Ну что, все уехали. Остался я один. И буду сейчас готовить себе морские огурцы. Часть сварю, часть поджарю. И буду вместе с вами дегустировать. Я в предвкушении. Пусть едут, я никуда не спешу. Не понимаю я такой отдых, когда ты, грубо говоря, полдня отдыхал и уже захотел домой. Именно поэтому иногда одному путешествовать намного интереснее. Ты не привязан никому. Сам себе хозяин. Так что мы не спешим. Давайте устраивать кухню. У меня есть газовая горелка, кастрюлька, сковородочка, баллон. Попросил, чтобы мне оставили соевый соус, такой сладкий. В общем, специальный ихний. Азиатский. Они очень его любят. Я думаю, что к моим огурцам будет в самый раз. И взял, набрал немножко пресной воды, чтобы сварить огурцы. Не в соленой воде, потому что они сами по себе очень соленые. Хотелось бы почувствовать вкус самих огурцов. Итак, давайте в первую очередь поставим кастрюльку. Пусть закипает вода. И параллельно с этим будем как раз заниматься чисткой наших огурцов. О! Вот это оно. Так светло, что я не могу понять, загорелось оно или нет. И наливаем пресной воды. Накроем пышкой. Так, где наши огурцы? Вот здесь прям в дырочку пусть стекает нижняя вода. За ночь они стянулись немного. Вчера были побольше. Раз. Два. Три. Четыре. Вот какой-то тигровый совсем, смотрите. Пять. А здесь малыши. Вот это сегодня экстремальная кухня. Все как я люблю. Может, маленький вообще целиком почистить. О, зато чистится таким образом очень быстро и легко. Смотрите. Вау, что это? Какие-то белые штуки. Да, на рукав прилетела какая-то козявка. Выглядит вот так. Вау. А это цепляется вообще, смотрите. Ужас. Фу. Я это буду есть. Но такое. Чем-то похоже на кальмар, если честно. Ну, чистится легко. Чистится легко. Ничего себе. При ударе он становится жестким. Защитная реакция. Ничего себе. Смотри. Ребята, это мачете очень, очень острое, серьезно. Оно не тупое, смотрите. А я не могу разрубить огурец. Давайте резать тогда. Вау. Вы это видели? Ох, он жестким становится. Когда ему что-то угрожает, он очень жестким становится. Прямо твердый, чуть ли не как камень. Я и не знал, что у него такие свойства есть. Так. А, граще. Ух, кипит полным ходом. Все, нужно закидывать. Давайте возьмем вот эту как раз партию. Соберем. Немного полосну ее. Открываем кастрюльку. И, оп. Очень интересно. Вот когда почистил, выглядит намного аппетитнее, чем оно было живым. Вау. Грит. 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 Продолжение следует... 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 можно будет поэтому как бы и перерезать поэтому резинку забираем сделаю бамбуковые палочки чтобы не руками кушать чтобы все было красиво эстетично все огонь ну что с каких начинаем давайте сначала с наверно свареных в качестве тарелки у меня будет вот такой вот банановый лист в нем был рис блин реально пахнет мидиями вареными ой не знаю если честно вареные они очень твердые прям я чувствую как будто как ракушку я взял он даже совсем не прогибается может нужно было и эту самую кожу чистить что-то мне подсказывает я приготовил как-то не совсем как нужно было нереально как камушки это нормально короче я в любом случае должен попробовать этот бульон я не знаю это может быть не совсем безопасно потому что может быть как раз я всякую гадость выварил сюда и пью его ну чуть-чуть попробовать но нужно вот такое да как мидии варил но только чуть чуть хуже в общем вы не повторяйте потому что это может быть опасно я как обычно сам рискую и вам этого не советую делать ну что давайте попробуем без соуса уже тян сверху м какой-то чуть ли не как коралл блин жесткий стал сверху кусок в глаз полетел на вкус как осьминог жесткий не как осьминог но что-то очень похоже на кость на осьминога на кальмара ну верхняя оболочка она как будто как кальций сверху как какой-то блин гипс наверное не как-то очистят эту оболочку перед тем как готовить вообще знают делают медицине их сушат просто режут кольцами сушат но что с ними потом делать возможно такой бульон варить и он самый полезный а возможно наоборот не знаю ну кушать можно вроде бы как здесь и белок есть куча афродизиака знаю поэтому это ценится в аптеках особенно у китайца жестковат как вы заметили да нет соусом это не то я отвык от этого всего но только портит вкус ну как портит понятно что оно вкусно потому что сам соус вкусно я так палец его намажу буду так вот кушать мне будет тоже вкусно нужно чувствовать вкус самого ингредиента вот этого огурчика вот эти вот щупальцы торчат смотрите это не нормально но я так уж и у меня еще есть такая версия возможно их переварил как осьминогов тоже и же нельзя долго говорить хотя кто его знает в общем давайте от жареным попробуем и я вам сразу скажу что жареная вот пальцем касаясь я чувствовал мягкий он не такой как камень он совсем другой по консистенции на ощупь тактильно так вообще другое дело о чем с чем суть мягкий съедобный совсем другой чем это связано вообще другое дело ну мягенький эту тему нужно изучить обязательно я должен в этом тоже разбираться чем это связано я не знаю но те что вареные их кушать просто нереально не сверху как будто в какой-то в каком-то гипсе и сами по себе резиновые эти вот вполне мягенькие только эти на соль больше здесь соли больше там выварилась соль а здесь она осталась в общем на своем опыте проверил жареные вкуснее чем вареные я пакуюсь на мой байк и отправляюсь дальше в поисках новых приключений немного перекусив огурцами я отправился дальше в поисках новых приключений после острова я направился в рыболовную деревню чтобы проведать моего старого друга и узнать у него какая сейчас ситуация с рыбалкой в океане также мне нужно будет найти место где я смогу разбить свой лагерь на эту ночь так взял курочку мороженое с пустыми руками нельзя нужно еще что-то вкусное взять около двух лет я не был здесь и я обещал что сюда вернусь обязательно и заеду в гости к моему другу чтобы снова отправиться с ним на рыбалку увидеть эти красоты и возможно поймать новый рыболовный трофей сейчас еду к нему в гости купил немного печенек у него большая семья 12 человек в одном доме купил разных разного печенья курицу мороженого детям это маленький презент от меня в любом случае буду рад очень его видеть а теперь поехали искать его дом совсем небольшая рыболовная деревушка маленькие улочки и куча-куча лодок привет хорошо хорошо а вы как очень хорошо спасибо очень рад вас видеть как у вас дела очень давно не виделись но я рад рад видеть всех вас как рыбалка сейчас привет как дела твои у меня тоже супер ну что отправимся за трофеем вместе если я поймаю много рыбы я все отдам тебе возьму себе только одну для кемпинга покажи что ты использовал для рыбалки я вот вот ее вот ее возможно мне нужно будет что-то еще докупить а ты используешь такие крючки да и для соленой воды они подходят да без проблем одна пачка стоит пол доллара когда ты последний раз рыбачил вчера и как поймали 17 килограмм рыбы махи махи после чего гиде показал мне ферму лангустов которая обанкротилась во время локдауна и из-за жары много лангустов пропало а что это такое это фильтр для воды вот здесь осталось всего пару бассейнов с лангустами а да я вижу в пластиковых домиках сидят да это не так большой нет 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 мы ничего не трогали и не забирали себе только посмотрели как разводят лангустов и вернулись обратно о я думаю я видел этот спиннинг раньше катушку я точно видел а вот удилище новое у тебя да ну хорошо я очень рад видеть тебя у тебя все хорошо все в порядке ой извини я же совсем забыл не большие подарки вам и детям мороженое передай ну здесь еще всякие вкусняшки проведав рыбаков узнав для себя нужную информацию я отправился искать уютное место для того чтобы разбить свой лагерь и отдохнуть а вот еще одна локация выглядит она вот так вот даже рыба плавает вижу прям стайка рыбы похоже на карася можно было бы где-то и здесь разбить лагерь но здесь более людное там какие-то козы или что-то пасутся такая поляна такой мост здесь более открытая местность меньше тенька больше людей и здесь трафик больше то есть ночью может быть хуже спать короче сейчас переварю информацию и выберу одну из этих речек где нужно будет поставить свою палатку время уже близится к вечеру и хочу найти себе какое-то интересное место для того чтобы разбить свой лагерь по крайней мере занимаюсь этим заранее чтобы вечер меня не застал врасплох я потом по темноте не искал себе места увидел вот такой вот мост небольшую реку и решил спущусь я сюда и сделаю разведку возможно сюда я спущу свои вещи разобью лагерь и переночую здесь ну вот там смотрится красиво мне здесь нравится спокойно красиво уютно есть банановые деревья можно будет в листьях что-то готовить главное поймать что мусора конечно много здесь увы но тем не менее жаль что грязновато здесь на самом деле немного напоминает наши реки где я ловлю головля шум воды красивая зеленая поляна в принципе для кемпа подходящее место и достаточно далеко от дороги я думаю шум машин а тем более ночью мне мешать спать не будет а рано утром я просыпаюсь и отправляюсь в поисках морского трофея и и и и и